Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 31 августа, последний день лета. И, наверное, многие удивятся, глядя на мой вот такой пейзаж. Зелёные, как лягушки, томаты. Это не зеленоплодные, это нормальные томаты. Но я их показываю, потому что тема сейчас вот этого видео, как растянуть плодоношение томатов. То есть, как сделать, чтобы томаты были у нас круглый год и не заканчивались. Я, если честно, не поняла смысла вопроса до конца. Просто я вот это хочу ответить женщине на вопрос. Она мне спросила в комментариях к видео, как растянуть плодоношение томатов. Но я не поняла, что она имеет в виду. Или один и тот же сорт, чтобы давал и давал томаты бесконечно. Тогда нужно индетерминатные какие-то садить, они очень долго плодоносят. Или как сделать, чтобы разные сорта подобрать. Наверное, всё-таки разные, потому что она говорила, как бы не подбирала сорта, всё равно всё обычно заканчивается в августе и всё. Я сейчас расскажу об одном способе. Это очень-очень старый способ, ещё бабушкин, старинный. Всегда оттягивали плодоношение, то есть растягивали период плодоношения, соблюдая разные сроки посева и отодвигая срок посева каких-то одних томатов на более поздний. Вот смотрите, я сейчас как раз собирала томаты, вот эти. Сибирское яблоко, гордость Сибири. Я как раз говорила про сибирское яблоко. И вы видели, что все почти даже крупноплодные томаты уже вызрели. То есть конец августа – это тот срок, когда все томаты мы стараемся собрать. Но видите, какие разные запросы у людей. Кто-то рад, что в августе уже все томаты он собрал и сделал заготовки, а кому-то нужно, чтобы было долго-долго и до самой осени. Если вы хотите получить и осенью, например, вот в августе, в сентябре свежие томаты, и не последние кисти пупырышки, а вот такие вот добрые, хорошие, сделайте посев одного какого-то сорта в более поздний срок. Например, вообще конец марта или начало апреля. Вот эти томаты у меня были посеяны поздно. Но я делала это не специально, поверьте, просто они сейчас мне к слову пришлись. Просто оказалось, что я забыла посеять один сорт, и когда начала уже пикировку делать, уже другие пикировала, оказалось, что этого сорта нет. Я быстренько его посеяла, посадила очень поздно, по-моему, даже 20 или 25 июня сюда высадила, в самую последнюю очередь. И видите, какие томаты. Естественно, можно такие же зеленые и получить с тех сортов, с кустов, которые плодоносили с начала лета. Но поверьте, есть разница, или возьмете с куста вот с пятой кисти, или возьмете вы осенью вот этот нормальный, здоровый томат, который первая, вторая кисть. Но это не крупноплодный, у них 200-300 грамм, вес не больше. Конечно, они лучше. И вот сейчас они у меня только входят в эту стадию молочной зрелости. Даже снять на дозаривание, на хранение томаты эти намного лучше, чем те, которые мы снимаем вот эти вот. Вы знаете, что здесь уже не такой вкус, они маленькие. И вот если кто хочет поздно осенью иметь хорошие такие полноценные томаты, нужно просто попозже посеять, прямо на полмесяца. Не бойтесь. А, ну еще опять одно условие. Они у вас будут вот такие здоровые, хорошие, в том случае, если у вас нет на участке фитофторы. Томаты, потому что вот поздней осенью, сейчас уже завтра сентябрь, многие подвержены фитофторе. И если фитофторы у вас на участке появятся, они, конечно, почернеют. Вот листики у них все свернутся. А эти, видите, они свежие. У них как будто бы начало лета. Ну не начало, но пусть разгар лета. Я думаю, что все-таки они у меня успеют побуреть. И в буром виде их можно снять на дозаривание. Вот это вот один из способов, как продлить плодоношение. То есть высевать периодами. Я вот высеваю в несколько сроков, в 6, по-моему, ступеней. Начиная, ну различаю, которые для теплицы, для раннего использования, для среднего, которые попозже, по срокам вегетации. И вот такие вот томаты, они очень хорошо пригодятся осенью. Когда эти, видите, эти уже переспевают. И, конечно, мы собираем, когда последний урожай, видите, они уже какие-то получаются и корявенькие, и уже такие, ну, не свежак. А это вот новое поколение, свежая кровь, пожалуйста. Ответ на вопрос, не знаю я, правильно ли я поняла свою зрительницу, которая спросила, как можно растянуть плодоношение. Но это просто даже не ответ на ее вопрос, не только, а для всех других. Хотите осенью получить свежую такую порцию томатов, для салатов, для всего, не последующей, не пуговки, там с пятой, шестой кисти, а именно полноценные томаты. Вот сейчас, если у нас хотя бы неделю или две не будет мороза, они вполне поспеют. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова. Это мы говорим о разных сроках посева, что срок посева можно самим регулировать, и от сроков посева зависит, когда и сколько вы получили томатов. Можно кушать свежие томаты и поздно осенью. Все, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok